Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан Ты чел современный и геймер реальный Виснишь часами в сетях социальных Гаджетом новым не сбить тебя с толку Чуть устарело, меняешь недолго Здесь есть девайсы по ценам приличным Можно писать в них в паблик и в личку Не важно, ты чикса, а может пацан Всё покупаем в Ломбарде Титан В Ломбарде Титан Отдохнула, а потом и поскандалила с размахом Медицинская работница на улице Ленина Сначала она с подругами каталась на Форде Затем шумную компанию медиков остановили сотрудники ППС Впрочем, после задержания веселье сменилось на гнев Женщины устроили конфликт, чтобы полицейские не эвакуировали автомобиль Обо всем подробнее в сюжете Сергея Пичугина Ваши предположения, за что вас могли задержать? Наверное, я понравилась Задержанная Любовь уверена, она ничего не нарушила Якобы сотрудники ППС подошли к ней, когда она прогуливалась по тротуару Я вот с девочками шла, здесь, вернее, стояла около центральной гостиницы, меня задержали Не за что просто так, то есть? Ну, я не знаю, наверное, за что-то А вот эта машина, Форд, мне сказали, что это ваша машина Это моя и сына моего Вы на ней катались сегодня? Сегодня? Сегодня нет, сын у меня ехал, меня подвез вот до сюда, до центральной гостиницы, и мы ехали вместе По словам сотрудников ППС, ночью именно Любовь каталась на Форде Ее и повезли уже автоинспекторы на экспертизу Женщина рассказала о результатах теста Сказали, что я употребляю наркотики, барбитураты Хотя я ежегодно прохожу Ты наркотики? Да, да, да Барбитураты я употребляю ежегодно, сказали Ой, в смысле, да, употребляю Но вчера, позавчера я употребляла корвалол В составе которого входит фенобарбитал Я как медицинский работник утверждаю это Несмотря на заключение коллег, медработник рассказала, что доказать ее вину у полицейских не получится Не за рулем абсолютно Девочки вот со мной стояли и разговаривали 10 метров от машины я была не за рулем, да У меня масса свидетелей, медицинских работников, которые два дня рядом со мной на протяжении репетируют подготовку к празднику Сотрудникам ДПС необходимо было осмотреть авто перед эвакуацией На машине были видны повреждения Лоб повреждено Вот, черт Вот, значит, от меня подрезал точно Впрочем, как только Любовь и ее подруги услышали слово штрафстоянка Они сильно изменились в поведении Пытались избежать задержания авто Я ее толкну вам, просто толкну Не, ну, если согласятся инспекторы Мы ее толкнем, просто немножко вперед Да не надо ее толкать, она под знакомство Ну давай я посижу туда в ней Да, ничего, ларить без проблем вот Смекнув, что договориться с инспекторами не получится, пассажирка Светлана решила взять автомобиль штурмом Сначала в салон авто села одна пассажирка, затем другая Тем временем водительница решила встать на пути эвакуатора Водитель погрузчика хотел зацепить авто специальными тросами и цепями Но задержанная любовь ему препятствовала Не надо мне ставить сюда ничего, я еще раз говорю Женщина, не мешайте Я не женщина, не на мне трубы Я еще раз говорю Да что такое-то Не мешайте, что вы поработаете Я еще раз говорю Да что такое-то Что такое-то На этой машине сын ехал, вы не имеете права Все Вы отказываете дверь В это время пассажирка Светлана закрывала двери авто изнутри Пыталась заблокировать двери с помощью брелока и водитель Да что такое-то Я уже не делал по применению спецсредств Отстаньте от меня Отстаньте от меня В отношении любови пришлось применить силу Инспекторы надели на нее наручники При понятых об этом предупредили и пассажира к авто В отношении вас будет применена физическая сила На основании статьи 20 федерального закона полиции Я еще раз говорю Вы и так нас тут уже нахватали Еще раз предлагаю вам выйти Будете выходить? Девушки, будете выходить? Выходите Будете выходить или нет? Сына, приносите Не надо меня хватать Выходим Не надо меня хватать Выходим Так давайте, не надо мне с руки тут сворачивать Выходим тогда Пассажирки поняли, что инспекторы не лукавят И вышли из машины Затем они попытались увезти домой задержанную подругу Пошли туда Домой, дадите, у нас твой пар Спасибо Я еще дома, тебя не могу, что ли? Что-то я хочу Мы домой пошли Вы сейчас в отдел поедем А что вы дели-то? Мы поедем тогда все вместе Все поедем Все поедем Напишем тебе заявление После такого скандала досталось всей шумной компании Но серьезнее наказание у женщины-водителя Любови грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей Также придется заплатить тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции Ну так правильно, медики послали меня Сергей Пичугин, место происшествия Правильно? Я сейчас с адвокатом проконсультировалась Проконсультировалась Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...